Но, дорогие братья и сестры, перед наступлением Нового Года, конечно, мы все переживаем еще с детства, это как радостное событие, потому что Новый Год всегда что-то новое. Мы надеемся, что оно будет хорошее, лучше предыдущего, что-то новое, интересное, что-то будем мы для себя открывать, что-то будем лучше понимать, возрастать в понимании нашей веры, возрастать в каких-то наших взаимоотношениях, созидать нашу общину и нашу церковь, и нашу страну. И вот в этот день мне хотелось с вами поделиться небольшими размышлениями о 102-м псалме. 102-й псалм входит в состав 6-й псалме, он предпоследний в этих молитвах, которые читаются перед утренней, и которые представляют собой в сущности молитву раннего утра. И хотя они читаются на церковном славянском языке, но хорошо их дома хорошо почитать на русском, потому что они очень содержательные. Псалм, который перед 102-м псалмом, он говорит о том, что как вот ужасно, что вот вокруг всё плохо, человек чувствует себя совершенно, так сказать, без Бога, в унынии, всё. И на смену приходит как раз этот радостный псалм 102-й. Он начинается с известными словами «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, имя святое Его». То есть, поворот к Богу сразу сообщает радость нашему сердцу. И мы благодарим Бога, и говорим душе нашей, «Благослови душа моя Господа, и не забывай все благодеяния Его». Очень важное наставление, предшествующим году, и по окончании минувшего года, что было не только плохое, там, пандемия и всё прочее, но было, конечно, что-то и хорошее, было что-то радостное. И вот не забывай все благодеяния Его, потому что благодарность Богу, благодарность, как и благодарность человеку, она обновляет отношения, вот как между людьми, так и между нами и Богом. Когда мы всё воспринимаем вроде как должное, то мы и живём в таком унынии, всё вроде одно и то же. А когда воспринимаем все даже простые вещи, восход солнца, какие-то цветочки, как приятный снег, вот сейчас вот мороз немножко прошли, на Новый год всегда такая мягкая погода. Не воспринимай, как само собой разумеющийся, а тоже как благодарность Богу за вот эти благодеяния. И далее уже переходит в состояние своей души псалмопевец. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Тоже прощаясь со Старым годом, входя в Новый год, мы надеемся на то, что наши ошибки, грехи, сознательные, невольные, Господь будет исцелять. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Причём из Суданиши Псалма ясно, что речь идёт не о смерти могилы, а могилы – это состояние человека в депрессии, состояние какой-то отдалённости от Бога, и молитва не идёт, и всё как-то настроение всё время плохое. Слово – упадок. И вот это как раз и есть такое состояние духовной могилы. И Господь избавляет от неё, потому что в ней, если надеяться только на себя, можно пробыть всю жизнь до конца. И это крайне печально. А Псалмопевец говорит, что избавляет от могилы, то есть от этого духовного мертвения, венчает себя милостью и щедротами, насыщает благими желания твоя, обновляется подобно орлу юность твоя. Вот в тексте греческом и древнееврейском за этими словами, насыщая благами желания твоя, стоит очень глубокое содержание. Ведь это Псалом Давида. Вот это желание, там ему соответствует еврейское слово, которое обозначает какое-то страстное стремление к кому-то. Ведь этот Псалом, он напоминает Псалом 50-й, который мы читаем. «Помилуй на Божие, по великой милости Твоей», которое Давид написал после своего падения с Версавии и обречения порока Нафана. Вот это своя безобразная страсть. Даже умертвил мужа этой Версавии. Слово совершенно безобразных поступок. И, тем не менее, Господь его прощает, как своего избранника, который осознает этот свой грех, не будет мстить обличившему пророку за него, а наоборот скажет, «Согрешил я перед ним и перед тобой», говорит Давид. И вот здесь, когда он говорит, что насыщая благами желания твои, это означает, что вот это страстное желание из греховного он превращает в доброе. В доброе желание, вот такое страстное желание добра, труда для Бога. Как можно вспомнить вот Иоанна Кронштадтского, память, которую мы будем совершать в воскресенье, то есть уже послезавтра. Поразительно, сколько энергии было в этом человеке, который утверждает, что дом трудолюбия, труица в Кронштадте, город, так сказать, портовый город, там всяких разбойников, матросов, пьяниц и так далее. Вот. И тем не менее, он там не обличает их, а творит добро. И даже жена его пошла, просила в консисторию, чтобы им не давали зарплату, а то он зарплату по дороге все нищим раздает. Иногда даже без сапог приходит. Вот такой был человек. И вот это именно, вот это и есть благие желания, которые приходят на смену вот этим страстным греховным пожеланиям, приходят страстные добрые пожелания, как у матери Марии Парижской, как у Торезы Калькутской. И далее, говорит, обновляется уже через это юность твоя. Щедо и милостьям Господь, долготеропелив и многомилостив, тоже хорошее назидание нам предстоящий год. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Бога, боящегося Его. А кровное расстояние неба, это не просто вот небо над нами, атмосфера, а эти звезды, которые там где-то отдалены на миллионы световых лет, вот с ними невольно псалмопевец сравнивает милость Бога. Как далеко от востока, от запада, так удалил от нас беззаконие наше. Тоже очень глубокая фраза, потому что здесь не просто избавил от них, к сожалению, пока мы живем на этой земле, наше сердце, наше душе, в нашем сознании всегда будут присутствовать и благие помыслы, и греховные. Но вот Господь отдаляет эти греховные, разделяет между ними и удаляет их куда-то далеко от того, чтобы мы не поступали по нашим греховным вожделениям. «Как отец милует сынов, так и милует Господь, боящийся Его». Боязнь Бога – это благоговение перед Богом, что очень важно, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, то есть пыль, помнит, что мы какого же творения, как все остальное, начиная с мельчайших, как так, вирусов, кончаясь, так сказать, планетами. Мы одни из этих творений, мы единственное обладаем образом и подобием Божиим. И Он знает, и это, что мы вот такие вот творения, и любят каждого из нас. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он отсветет. Проходит все время, время коротко, потому апостол Павел все говорит, «Дорожите, дни лукавы проходят быстро. Милы же Господни, от века до века на боящемся Его». То есть вот такой страх благоговения. «И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, помнящих заповеди Его». То есть правда не только в нашей жизни, но и в жизни наших детей и внуков, она как бы продолжается, мы закладываем основу, и она в них расцветает. И, наконец, последний стих. «Благословите Господа, все дела Его во всех местах владычества, благослови, душевное Господа». Вот думаю, это вот очень важное наставление для нас в предстоящем Новом Году во всех наших делах. И сейчас на молебне помолимся, чтобы Господь наставил нас, дал нам духовные силы для достойного прохождения предстоящих дней и лет нашей жизни. Аминь. 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 Аминь.